Ограничить продажу спиртных напитков на время убойной кампании. С такой инициативой к администрации региона обратился начальник УМВД по Ненецкому округу Олег Ильиних. По словам правоохранителей, в состоянии алкогольного опьянения все чаще совершается незаконная добыча и отстрел оленей на территории региона. Предложение вызвало неоднозначную реакцию. Инициативное письмо с просьбой запретить торговлю алкогольными напитками в период забоя в адрес администрации региона правоохранители направили еще в ноябре, но ответы не дождались. Забойная кампания уже в самом разгаре, скоро уже закончится, а мы еще не приняли решение. Напомню, администрация региона вправе устанавливать дополнительное ограничение времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции. В том числе полный запрет на розничную продажу во время массовых мероприятий. Такие поправки законодатели приняли в июле этого года. На настоящий момент в нашей вине ответа на этот вопрос отрицательный, потому что это не разовое мероприятие, которое длится один день. Это мероприятие, которое началось у нас, условно говоря, в ноябре и заканчивается, может, в январе, а может, и в феврале. То есть мы должны понимать, что мы на Новый год ограничим торговлю алкоголем, но я думаю, что это негативные последствия будут намного больше. По словам Олега Белака, запрет на торговлю алкоголем может быть введен в течение одного дня, как это было, например, 13 сентября в единый день голосования. А в случае с забойной кампанией запрет будет действовать минимум в течение двух месяцев. Такие затяжные ограничения могут ударить по бизнесу и повлечь за собой распространение нелегального и суррогатного алкоголя. Еще один проблемный вопрос, который волнует сегодня правоохранители региона – медицинское освидетельствование в населенных пунктах округа. В соответствии с требованиями закона, составляя протокол об административных правонарушениях, полицейские обязаны провести освидетельствование правонарушителя. Но таких возможностей на селе сегодня нет. Что касается освидетельства на селе, к сожалению, мы это организовать в сельской местности не можем, в связи с отсутствием и оборудования, и специалистов. Между тем, при рассмотрении административных дел, именно акт медицинского освидетельствования является доказательством состояния опьянения человека. Данное требование в административном законодательстве было и раньше, но нам в ноябре поступило представление прокурора о том, что необходимо привести в соответствие привлечение к административной ответственности. На сегодняшний день стоит дилемма, как мы будем привлекать и вообще составлять данные материалы. Вопрос остался открытым пока. Администрация региона взяла его под особый контроль. Департамент устровоохранения, труда и социальной защиты населения поручено проанализировать проблему и найти решение. Ирина Цептова, Владислав Носкин, Телеканал Север.